Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашкевич Анна, и сегодня мы говорим о томатах. А конкретно показываем и рассказываем, как выглядят цветочные кисти, которые заканчиваются вегетативными побегами после того, как они разрастаются. Также мы показываем вам старые нижние листья томатов, которые имеют признаки магниевого дефицита, что с ними делать и насколько это важно для растений. И в конце видео я покажу три сорта томатов, которые в моей теплице в условиях текущей нестабильной погоды сумели все-таки сформировать обильное количество завязей и сейчас дальше продолжают это делать и созревать плодами одновременно. В более ранних видео, когда мы говорили о формировании томатов, мы обозначали крайнюю важную необходимость удаления всех вегетативных частей, которые у нас находятся в конце цветочных кистей. Иными словами, когда цветочная кисть заканчивается не цветками, а заканчивается зеленой вегетативной листовой частью и продолжает расти дальше. Специально для этого я показательно не удаляла такую вегетативную часть на одной из цветочных кистей, выращивала ее на протяжении всего текущего периода и готова показать, как это выглядит и почему это крайне нежелательно для нашего растения. Надо понимать, что растение по мере того, как растет, развивается, оно направляет силы на рост и развитие листостеблевой массы, также на формирование плодов и на их созревание. И когда мы по каким-то причинам забываем удалять лишние вегетативные части, растения огромное количество сил и энергии тратят на их рост, на их развитие в ущерб будущему плодообразованию. По этой причине необходимо обязательно удалять подобные вегетативные части, поскольку из одной неудаленно формируется другая, из другой формируется третья. И вот это вот нарастание подобных зеленых вегетативных побегов будет происходить постоянно на протяжении всего роста и развития растений. Это будет оттягивать силы растения от плодообразования. Обратите внимание, что растение, которое формировало такое обилие вегетативных побегов в нижней части, сформировало небольшое количество плодов в более высоких ярусах. То есть это еще раз говорит о необходимости своевременного формирования, посынкования томатов. Сейчас вы видите совсем непрезентабельные листья томатов, которые имеют очевидные признаки магниевого дефицита, которые имеют магниевый межжилковый хлороз, такие светлые, салатовые, ближе к желтому цвету участки на всех листовых поверхностях. Эти листья находятся в нижнем ярусе растений. Если подобная картина наблюдается в верхней части растения, то это говорит о самом непосредственном магниевом голодании, период вегетации, формировании плодов, наливании, их возревании. Поэтому нам необходимо обязательно ввести подкормки магнием. Например, хорошо этот вопрос снимает магниевая селитра. Из расчета 10 грамм данного удобрения растворяем в 10 литрах воды и ведем подкормку под корень 0,5-0,7 литра по влажной почве. Если подобная картина, как в нашем случае, наблюдается в нижней части растений, в нижних ярусах, то тревожится нет необходимости. Все питательные компоненты, которые сформировались у наших растений, конкретно в этих листовых частях, они уже отошли к плодам. И по этой причине их необходимо уже удалить. Это не является источником тревоги для нас, овощеводов, а является лишь посылом к действию, что эти листья уже отработали свой ресурс и их необходимо удалить. Потому что если мы их оставим, они впоследствии могут спровоцировать развитие различных заболеваний. Как и обещала, я показываю три сорта томатов, которые я выделила пока что в своей теплице. Первый сорт русской селекции, который включен в реестр Российской Федерации в 2000 году. Этот сорт имеет название черный мавр, относится к сортам коктейльного типа, универсального назначения. И этот сорт я буду использовать дальше для выращивания в последующих периодах. Второй сорт, это сорт американской селекции, был представлен овощеводом-селекционером в 2015 году. Этот сорт называется сумасшедшие вишни Бари, Бари Крэйзи Черри. Ну как правильно? Скажи. У этого сорта достаточно оригинальное название, сумасшедшие вишни Бари, Бари Крэйзи Черри. Этот сорт характеризуется большим количеством цветочных кистей, обильным количеством цветков и растение само дозирует количество цветков, которое оно способно выкормить. Завязывание плодов происходит постепенно от стебля ближе к концу цветочной кисти. Соответственно созревание плодов также будет постепенное. Плоды по заявленным характеристикам будут ярко-желтого цвета. Это мы увидим в последующих видео. И третий сорт, который первоначально вызывал у меня некоторое волнение, поскольку у него, как ни у кого из других представленных сортов и гибридов моей теплицы, происходило постоянное скручивание листвы. Но я поняла, что это все-таки генетическая особенность данного сорта. Сорт французской селекции называется эмалия. Крайне необычные формы плоды, сливовидные, с ярко вытянутым носиком. Посмотрим впоследствии, как он будет созревать. И этот сорт, несмотря на свою генетическую особенность в скручивании листьев, противостоял жаре и также равномерно завязал плоды по всему растению. Надеюсь, это видео для вас было информативным. Оставайтесь на канале Процветок. Оставляйте лайки, также комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok